Побывать в закрытом городе на ведущем предприятии атомной промышленности России – уникальная возможность. В Новоуральске ОХК посетили более 50 победителей, призеров и участников техчелленджа – масштабной программы для технологических предпринимателей. Техчеллендж – это разноплановый проект. Одно из его прошедших мероприятий – Хакатон. Напомним, мероприятие проходило весной в Екатеринбурге. Об этом шла речь в одном из эфиров Новоуральской обещательной компании. Хакатон – это одно из нескольких мероприятий, проводящихся в большой трехмесячной программе техчеллендж. Для того, чтобы немножко перевести, тех – это технологический, челлендж – это вызов. По-английски технологический вызов. Мы задумали это мероприятие вместе с отраслевым акселератором, вместе с сообществом «Бизнес-ангелы Урала», вместе с предприятием Новоуральской промышленной площадки, включая «Центротех». Цель этого трехмесячного мероприятия – первое – поискать новые проекты, в том числе для Новоуральской площадки, для реализации их в будущем здесь. Новые мысли, новые идеи, новые проекты. Сейчас это говорится так – новые стартапы. Тогда студенты-первокурсники Новоуральского технологического института НИЯУ-МИФИ достойно выступили, выдержав конкуренцию среди участников из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Новоуральцы заняли второе место в направлении «Аддитивные технологии», разработав уникальный проект установки по регенерации порошка для повторного использования в 3D-принтере. Наставлял и курировал ребят Сергей Хомяков, главный конструктор по аддитивным технологиям НПО «Центротех». Перед нами стояла задача очистки порошка от спекшихся частиц и золей для дальнейшего его использования, чтобы деталь в будущем получалась более качественной и без дефектов. Таким образом предприятия смогут перейти на безотходное производство. Для нас, как для студентов первого курса, это очень волнительный момент. Это позволит нам развиваться в области инженеринга и аддитивных технологий в будущем. При разработке проекта эксперты были очень поражены нашей сплоченностью, целеустремленностью и глубокими познаниями в области аддитивных технологий. Наша разработка понравилась многим, а некоторые даже предложили сотрудничество. На этот раз участники техчелленджа из городов Свердловской и Челябинской областей, прежде чем побывать на ключевых площадках атомного производства, прошли необходимый инструктаж. Важной точкой экскурсии стал технологический цех разделительного производства номер 53. Он был введен в эксплуатацию в 62-м году и с тех пор прошел две модернизации. Старые газовые центрифуги заменялись на более новые, более производительные. Эти и другие факты узнали участники экскурсии. Воочию гости наблюдали не только работу газовых центрифуг, но и посетили общество с ограниченной ответственностью ЭК Альянс, одно из предприятий атомного кластера, познакомились с технологическими и испытательными стендами, в частности, со стендом для автокатализаторов и хлопных газов. Делегация ознакомилась с системой оперативного тока на основе литий-ионных аккумуляторов и созданием порошка для 3D-принтера на установке капля в центре техи. А в завершении встречи победители и призеры техчелленджа пообщались с генеральным директором Уральского электрохимического комбината Александром Белоусовым. А после поделились своими впечатлениями. Многие отметили, что во время экскурсии их не покидало ощущение масштабности технологического проекта. В целом в техчеллендже мы организаторы, да, то есть мы совместно с УХК его задумали, организовали, провели. Ну, я считаю, что сегодняшний день вообще был такой вишенкой на торте, да, всего того, что происходило, потому что это, конечно, особенно для молодых ребят, это удивительная возможность побывать на действующем производстве, посмотреть такой вот плод работы, инновации, и что они реальны, что это все работает, и что это действительно все эффективно. Даже для меня, как вот там, для производственника тоже было очень интересно. Я никогда не был на разделительном производстве, для меня это было вот прям такое открытие. Это первый мой опыт, когда я побывала на каком-либо предприятии, тем более такого масштаба. Я была крайне поражена тем, что я увидела сегодня. Вот эти размеры огромные прямо поразили меня. Я, в принципе, знал, что меня ждет на УХК, поскольку у меня практически вся родня работала на комбинате. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно 53-й цех – это просто вау. Мы приехали небольшой компанией из города Екатеринбурга. Это наши студенты, наш руководитель. Мы хотели бы действительно высказать большую благодарность за уникальную возможность посетить не только закрытый город, но и также посетить уникальный завод, который покорил и удивил своими масштабами, что действительно в России, более того, в нашей области, Свердловской области, есть такие уникальные технологии. Хотели бы сказать всем руководителям огромное-огромное спасибо. Основная цель техчелленджа заключается в поиске новых идей поддержки инновационных решений в востребованных областях. Аддитивные технологии, умный транспорт, автоматизированные системы, новые источники энергии, умный город, доступная среда, медицина и другие направления. В программе принимают участие разработчики с идеей или готовым продуктом и компетентной командой. Компании, создающие или производящие продукты в приоритетных направлениях. А также студенты вузов, изобретатели, руководители проектов на стадии минимального жизнеспособного продукта, прототипа или действующего бизнеса. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.